Мы пофигисты и нам пофиг, поэтому наши зрители попросили нас, как специалистов по пофигизму, прокомментировать книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». И мы с удовольствием это делаем, потому что хоть нам и пофиг, но только не пофиг на наших зрителей и не пофиг на интересный и познавательный контент. Мы читать не любим и нам пофиг, поэтому послушали аудиоверсию книги. Важное замечание, что автор книги «Тонкое искусство пофигизма» это американец и поэтому использует характерные для американцев приемы. То есть многочисленные рассказы о каких-то персонажах, которые, может быть, и известны у него в Америке, но нам в России на них глубоко пофиг. А мне пофиг. Принципиально другое. Русский человек понимает, что если кто-то что-то делал и добился успеха, это далеко не значит, что делая так же успеха добьешься и ты. По-научному это называется систематическая ошибка выжившего. То есть если мы знаем историю успеха из рассказов тех, кто выжил, в данном случае добился успеха, а рассказов тех, кто погиб, то есть успеха не добился, мы не знаем, а таковых в тысячу раз больше, следовательно, вероятность успеха лично для тебя составляет 0,1%. Но в выборке из 10 тысяч человек эти 0,1% это 10 человек, у которых взяли интервью. Наш человек это понимает интуитивно. Американец не понимает и не хочет понимать, поэтому пытается подражать успешным людям. В книге раскрыты интересные тезисы про пофигизм. Первое. Пофигизм существует. Второе. Пофигизм бывает полезен. Третье. У пофигиста есть то, на что ему не пофиг. Четвертое. Пофигизм делится на вредный и полезный. И автор пытается даже вывести критерии вредного и полезного пофигизма. Пятое. Пофигизм успешно используется для достижения поставленных целей. Большую часть книги составляют истории про людей, на которых нам пофиг, но эти истории интересные. Правда, выводы из этих историй глубоко субъективные и бестолковые, но нам пофиг. Это особенность творчества американских авторов. Мы это понимаем и нам пофиг. Интересно, что книга была задумана как реакция на индустрию саморазвития и на то, как Мэнсон видел культуру бессмысленного позитива, типа всегда улыбаться, настраиваться на успех, верить в себя, которое в реальности не приносит большинству людей никакой пользы. Кто-то считает, что это критика, кто-то считает, что это пародия. Вроде бы автор хочет показать, как ему пофиг на общепринятую практику самопомощи и мотивации на успех. Нам одинаково пофиг и на то, что критикует автор, и на то, как автор это критикует. Потому что и одно, и другое субъективно и антинаучно. А по факту книга ничем не отличается от того, что вещают различные американские психологи, бизнес-тренеры и коучи. По объему основная часть книги это многочисленные истории людей с акцентом на какое-то событие в их жизни. Истории и события подобраны так, чтобы подтвердить мысль автора. По-научному это называется карельяция и подгонка результатов. Оппоненты Мэнсона, которых он критикует, также доказывают обратное в своем творчестве. Общий смысл этих историй. Человек мыслил неправильно, а надо было мыслить так, как Мэнсон рассказывает. Человек делал неправильно, а надо было делать так, как Мэнсон рассказывает. Человек думал и делал так, как думал и делал. И получилось то, что получилось. Удовольствие от книги получили, а практической пользы нет и быть не может. Иными словами, нам пофиг на тонкое искусство пофидизма, как его видит Марк Мэнсон. Мы сами пофидисты, но у нас другой пофидизм и нам пофиг. Во-первых, мы пофидисты и нам пофиг, но нам пофиг только на то, что нам пофиг. И то, на что нам пофиг, в каждой ситуации разное. И пофиг или не пофиг определяется разными обстоятельствами. Например, нас приглашают на какое-то мероприятие и нам иногда пофиг, а иногда не пофиг. И пофиг или не пофиг зависит от субъективных факторов. Хочу или не хочу в данный момент. Полезно или не полезно для того, что я в данный момент делаю. Есть ли или нет ли еще чего-то более интересного или полезного в данный момент. Пофигизм это инструмент тактического звена. То есть, чтобы достичь стратегической цели, надо, чтобы пофиг было на то, что в данный момент мешает достижению цели. Или сделать то, что помогает достижению цели. И пофиг на последствия этого. Например, у меня есть стратегическая цель. Комфортно доехать из пункта А в пункт Б на российской электричке. Поэтому я с громким криком «А мне пуфик!» всех расталкиваю, врываюсь в вагон и плюхаюсь на ближайшее свободное сидение. Я занял место. То есть, мне пуфик и мне пофиг. И пофиг, что грязно или что окно не закрывается или наоборот не открывается. Лучше плохой пуфик, чем риск остаться вообще без пуфика. И когда я уже сижу на пуфике, то мне пофиг, что рядом стоит какая-нибудь нервная беременная женщина. Я же мать с орущим ребенком. Или ворчливая бабка. Я сижу на пуфике, и мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. У меня стратегическая цель – комфортная поездка. А для нее нужен пуфик под задницей. Поэтому мне пофиг, что я кому-то должен уступить место. И мне пофиг, как на меня смотрят и что обо мне думают. Если мне сделают замечание, то я начну звучать, причем так, что все пожалеют, что связались со мной. Я маленькая и слабая, поэтому защищаюсь по принципу маленьких и слабых живых существ. Не тронь, а то пойдет вонь. А мне пофиг. Правда, пофигизм не всегда можно демонстрировать открыто. Иногда это опасно. Поэтому в электричке лучше не кричать «а мне пофиг» или «а мне пуфиг», а просто молча быть в этом уверенным. А в случае конфликта, когда какой-то индивид начинает ворчать про то, что ты молодой, уступи место, надо притвориться спящим, больным, пьяным иностранцем, и пофиг. А мне пофиг. Я вообще могу в рожу ткнуть удостоверением инвалида, а можно назвать сопровождающим. Тем более, что это правда. Имею законное право на пофиг в транспорте. И мне пофиг. Лично я считаю, что если бы автор приводил в качестве примеров истории не глобального масштаба, о том, как сложилась жизнь и карьера, а локального масштаба, типа как двое американцев не поделили место на автостоянке... Американский аналог пофига в русской электричке. Кстати, да. Это было бы реалистичнее и интереснее. А мне и так понравилось. Интересно и пофиг. Дорогие зрители, посчитайте, сколько раз мы употребили слово пофиг в этом видео, потому что мы сами не считали. До свидания. Спасибо за внимание. Желаем вам мягкого пуфика везде, где вы пожелаете присесть. Чтоб сесть на него и сказать от души. А мне пофиг. А мне пофиг.